Молодежный чемпионат мира, ежегодная кузница талантов. Кто-то уже приезжает сюда звездой, кто-то становится мишеней топ-клубов лишь по окончании турнира. Из нынешней молодежи большое будущее пророчат Максиму Комтуа, Джеку Хьюзу, Алексису Луфренье, Виталию Кравцову и многим другим. Но смогут ли они оправдать возложенные надежды? Это Спорт Ток и сегодня поговорим о 10 звездах МЧМ, которые не зажгли во взрослом хоккее. Для объективности рассматриваем только звезд молодежных турниров 21 века. Тех, кто входили во всевозможные рейтинги и символические сборные с 2000 по 2016 годы. 2017 и 2018 не берем, ибо прошло еще слишком мало времени для оценки. Сейчас узнаем, кто из героев МЧМ превратился в посредственных хоккеистов. Открывает наш ТОП шведский защитник Густав Форслинг. В 2015 шведы неплохо начали турнир, но к решающим матчам вся их легкость куда-то испарилась. Лишь четвертое место. Единственным, кто одинаково ровно смотрелся весь турнир, был Густав. Попадание в символическую сборную и 8 очков в 7 матчах. Неплохие цифры, учитывая, что за год до этого Форслинг был выбран на драфте лишь под 126 номером. Следующий сезон Густав провел в родном шведском Линчопинге и попутно привез еще одну деревянную медаль с МЧМ. В Чикаго поняли, надо приглашать. Однако в НХЛ у Густава не клеится. Уже третий сезон он прыгает между основой и фармом и набрал за индейцев лишь 24 очка. Следом Макс Фриберг, представитель золотой шведской молодежки 2012 года. Больше него на том турнире набрал только Евгений Кузнецов, но переплюнуть Фриберга в количестве заброшенных шайб не смог никто. 9 в 6 играх. За год до триумфального МЧМ Макса задрафтовал Анахайм под смешным 143 номером и выбрал политику тотального игнора. Фриберг неплохо играл в АХЛ, но за сам Анахайм провел лишь 6 игр, где у него, разумеется, все по нулям. Сейчас Макс уехал играть в родную Швецию, а права на него принадлежат Монреалю. 8 в 8. Томаш Дуба. Звезда МЧМ 2001 года. Чехи тогда стали чемпионами, а Дуба был безусловно лучшим голкипером турнира. Однако Питтсбург на драфте талант вратаря не оценил и выбрал его лишь под 217 номером. Из родной Чехии Дуба уехал в более сильный чемпионат Финляндии, ожидая приглашения из-за океана. Но его так и не последовало. Вратарь вернулся в Чехию, какое-то время призывался даже во взрослую сборную, а с 2012 скитался по Италии, Германии и Австрии. Этот сезон Томаш и вовсе проводит в Южной Корее. 7-й. Еще один чешский голкипер Марок Шварц. Во многом благодаря ему чехи в 2005 добрались до бронзы на МЧМ. Шварц был лучшим вратарем турнира по проценту отраженных бросков и заслуженно попал в символическую сборную. В отличие от двух предыдущих героев, Шварц был задрафтован очень высоко, особенно для вратаря. Под 17-м пиком он ушел в Сент-Луис. Через два года после звездного для себя МЧМ Марок уехал за океан, но там не был похож сам на себя. В АХЛ он умудрялся попадать даже на матч звезд, но стоило ему выйти на лед в свитере блюзменов – провал. В сезоне 2007-2008 в двух своих матчах за основу Шварц умудрился отразить лишь 64% бросков. После трех лет мучений Марок уехал на родину, там вызывался даже во взрослую сборную на Еврохоккей Тур. Это оказалось его максимумом. В свои 32 он продолжает прыгать между первой и второй чешской лигой. Первую пятерку закрывает Лаури Туканен, звезда молодежного чемпионата мира 2006 года. Финны тогда взяли бронзу, а больше Туканена на том турнире набрали лишь Фил Кэссел и Евгений Малкин. К тому моменту Лаури уже принадлежал Лос-Анджелесу, которые выбрали его под 11-м номером, потому после звездного турнира он получил шанс в основной команде. Однако весь запал Туканена остался, видимо, на льду МЧМ. Уже через 4 матча он отправился обратно в АХЛ. На следующий год Лаури вновь подняли до основы, но спустя один матч развернули обратно. Как итог, 5 матчей в НХЛ и 0 очков. После этого нападающий уехал в Финляндию, а с середины этого сезона выступает в шведской лиге. Едем дальше. Итальяно-канадский форвард Ник Питан. Виннипек задрафтовал его под 43-м номером в 2013-м, но два года спустя Ник показал – незаслуженно низко. На победном для Канады МЧМ Питан поделил звание лучшего бомбардира турнира с МакДэвидом и Райнхартом, причем забросил даже больше звездного Конора. Но никаких индивидуальных призов и символических сборных почему-то не удостоился. В свое время Питан разрывал Виичел, но вот с национальной хоккейной лигой пока не выходит. Ник держится в системе Виннипега, но пока прыгает из основы в фарм и обратно. В этом сезоне у него лишь две передачи в 13 играх. Четвертый – Милан Крафт, чешский бомбардир с молодежки 2000 года. На победном для чехов турнире Милан набрал 12 очков, как следствие звание лучшего нападающего и символическое сборное. Уже в то время Питтсбург следил за своим проспектом, которого выбрал под 23 номером. После турнира Милан попал в ротацию и на протяжении трех лет чередовал основу с фармом. Окончательно закрепился в составе пингвинов Милан лишь в сезоне 2003-2004. Тогда же его взяли на чемпионат мира со взрослой сборной. А потом в НХЛ наступил локаут. Крафт уехал в Чехию, да так и не вернулся в Америку. Закончил карьеру Милан 6 лет назад. Всего в НХЛ на его счету 82 очка в 207 играх. Не менее звездный Чех Павел Брендал – главное оружие сборной на победном МЧМ в 2001 году. Лучший бомбардир, лучший нападающий, символическая сборная Брендал блеснул на весь мир. Правда, звездой Павел стал еще раньше. За три сезона VHL в возрасте 17-20 лет он настрелял там космические 320 очков в 178 матчах. По набору очков Брендал опережал даже молодого Макдэвида. Тогда его и задрафтовал Рейнджер с под общим четвертым номером. Правда, с МЧМ Павел приехал уже в Филадельфию. Рейнджеры его обменяли. Всего же в НХЛ Брендал набрал несуразные для себя 22 очка. После локаута предпринял неудачную попытку вернуться, а затем осел в Европе. Стал лучшим снайпером сезона в КХЛ и в 2009 попал на матч звезд. Это была его последняя вспышка в карьере. Сейчас звездный Павел играет в совсем не звездном втором шведском дивизионе. Второй Коди Ходжсон. Вот это была звезда в свое время. На домашнем МЧМ в 2009 Ходжсон набрал 16 очков в шести матчах. На такое не сподобились даже Таварес и Эберли. За год до этого Коди под десятым номером с драфта забрал Ванкувер. Однако в год, когда Ходжсон должен был выйти на свой пик, он получил травму и провел за сезон лишь 24 матча. До НХЛ Коди все же добрался и даже не безуспешно. В 2014 он ездил на взрослый чемпионат мира в составе сборной Канады, где стал вторым бомбардиром кленовых листьев. Однако реализовать свой потенциал полностью Коди так и не смог. Постоянные понижения в фармклуб его откровенно достали и в 2016 в возрасте 26 лет Коди Ходжсон добровольно завершил карьеру игрока. Уникальный случай. Ну и первый, видимо, пора уже это признать, Ессе Пулюярви. Представитель космической финской молодежки образца 2016 года. Мозг звена Лайне Ахо Пулюярви. Лучший бомбардир турнира с 17 очками в 7 играх. Звание лучшего нападающего и MVP турнира. Это символическая сборная. К тому же Ессе был на год моложе того же Себастьяна Ахо. Тот МЧМ он и вовсе провел даже не в визоре, а в маске. В тот же год Ессе забрали под четвертым номером на драфте в Эдмонтон. Сразу кинули в бой, но увы. 8 очков в 28 играх и перевод в фарм. Из фармклуба Ессе отпускали даже в сборную. В тот год он сыграл на Еврохоккей туре и взрослом чемпионате мира. И там, и там по нулям. В следующем сезоне Пулюярви тоже не обошелся без АХЛ. Постигла его эта участь и в сезоне нынешнем. В итоге финский Вундеркинд за 122 матча набрал лишь 33 очка. Впрочем, Ессе всего лишь 20. Может быть, еще заиграет. Подобные случаи не редкость в любом виде спорта. Можно быть гением на молодежном уровне, но так и не приспособиться ко взрослой игре. Кто-то из наших героев уже окончательно потерял все шансы заиграть на высоком уровне. Кто-то, как Пулюярви, еще имеет шанс показать свои сильные стороны. Так или иначе, успех на МЧМ не гарантирует юным хоккеистам успеха в будущем. Порой звезды появляются в хоккее и вовсе в обход любых молодежек. Так что, наслаждаясь игрой молодежных сборных, помните, не все из них – будущие звезды взрослого хоккея. С вами был Спорток. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо!